Всем привет, это продолжение моей партии на восьмерых в Сидмейерс Цивилизейшн 6 на карте Архипелаги, где я играю за ацтеков против Америки, Индии, Двух Греций, России, Польши и Конго. Если вы смотрите не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, ну или в описании к видео, ищите. Всегда лучше и интереснее смотреть с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра. Если ты, Грек, там волнуешься, я могу с тобой заключить этот мир на 15 ходов. Типа, что я... Не, я че не ель. Я Греку говорю, ты тут при чем? Я, в смысле, Арчи. Да, мне кажется, мы так мирно живем, что с тобой. Без всяких договоров. Да, согласен. Смотрите, Грек отказался от этого флота отца. Ну, я его возьму, пожалуй. Я его возьму. Какой следующий? Один уровень. Угу. Мне кажется, он нормальный вполне флотоводец. Так, Конга, с чего ты взял, что я хочу с тобой воевать? На всякий случай... Во всяком случае, нам нечего путилить. Русский, Конга, если вы поплывете правее Дели дальше, то я вам войну сразу объявлю. И вот этого вашего флота не будет. Поэтому правее Дели, вот мысленно себе проведите вертикальную линию по Дели, правее, пожалуйста, не надо. Я даже не вижу Дели. Ну, твоя каравелла, вот считай, тебе вправо можно раз, два, три, четыре, пять клеток еще. А вниз без разницы куда, я пробую, я просто исследую территорию. Ты что, не исследую? Так кто говорит? Говорит, ну ты говоришь, вот линия за Дели, а ниже этой линии можно плыть? Ну, не заходя направо. Нет, ну вот видишь, тут есть пролив между Дели и Греком. Вот если ты... Нет, я вижу только границы Дели. Вот вниз плыви... Я не вижу самого короба, я знаю, что это Дели просто, потому что я не буду про него говорить, что это столица. Если ты вниз поплывешь, там будет Грек. Но если ты вниз и вправо поплывешь, опять же, ну... Ну, если ты прорвешься, ты проплываешь в Америку. У тебя есть цель. Так мне бы допрос в Мадур захватить, вот, в Америку, в Остон, вот. Блин, Арчи, дай свои города увидеть, что ты как этот... Как мне караваны отправлять? Да, там уже в Америку неплохие караваны стоят. Надеюсь, русские из Конго тебя вынесут. Ну, кстати, у меня только гавань в Вашингтоне. Если есть город, где есть эти гавани и центры коммерции, караваны будут значительно лучше. У меня, кстати, такие города есть. Просто они повыше Вашингтона. Четыре. Доволен, Грек? Да, да. Ну, надеюсь, не убьют моего мечника. Грек, дай денег. Ну, ладно. А сколько дашь? На тебе сколько надо? Десять монет дашь? А я тебе уступаю город. А, давай. Городами люди торгуют. Это жизни людей. Работорговцы. Ну, что поделать? Так, торговцы построили библиотека. Еще один торгуется. Ну, окей. Когда ты уже одолеешь, Валяш? Следующий ход. Вассал. Отлично, предлагаю. Ну, до какого-то момента обещай не трогать. Это марк обучающего духа. Четыре характеристики человечества. Нет, пока все оставлю так. Да, с производством, конечно, на архипелагах полная беда. Игра настолько медленная. Не, надо играть в этом, в самом мире по-любому. Не, мне кажется, если их хочешь на воде, этот как его фрактал вполне себе. Я вот сегодня не играл на фрактале вообще такой бред бомб. Эти мне не нужно бодурой, честно говоря. Просто он неудобный. Архипелады и Панги. В фрактале, по-моему, нет баланса вообще. То есть ты можешь без единого стратегического ресурса поиграть. Да, там это нет. Нет, это достаточно часто там бывает. По крайней мере, у тебя точно будут либо лошади, либо железо. То, что будет то и то, это прям очень большая редкость. Нет, Джек, я один раз играл, но не было ни лошадей, ни железо. На фрактале, может быть, ничего не было. Я не говорю, редкость то, что когда у тебя есть и то и другое. А не то, что у тебя ничего нет. Короче, Арчи, я все твои города с другой стороны увидел. Я молодец. Как они тебе? Ну, холодновато в них, наверное. Я брат тоже. Защитник Квера, получается, с толком не работает вообще. Ну, отбиваться ты почти никак не будешь. Ну, почему пушки и поставь, и будешь? А, ну, на пушки разве что. Ну, это такое. Ну, я бы не сказал, что это такое. Я бы лучше флот дальше строил, чем пушки. Дальше ты что с ними будешь делать? Нет, с учетом того, что ко мне тут надо заплывать. Ну, вообще, овсины с другой стороны обстреливаются нормально. Это да. Это ты план свой озвучил? Ну, обстреливаются. Ну, обстреливаются афины с другой стороны нормально. Но нападать на тебя будет Россия и Конго. Я не вижу причин в этом участвовать. Я им просто интересную информацию к размышлению сообщил. То есть они уже решили это, да? Ну, да. Формация почти бесполезна, потому что ни его, ни твои границы не вижу. Не понимаю, о чем он речь идет. На Конго разве что? Конго вроде сказал, что не хочет. Там не на чего делиться. Я понимаю, американец хочет апнуть. Сейчас у меня мотор симпониум сыграет. Другого испаковать манеру. Зачем у него столько квадрирен? У меня нету идей. Ну, он уже 7 туристов собрал. Ничего себе. Это типа религиозный этот, да? Кто смысл? Ну, там чудеса же ищем. Туризм религиозный капал реки. Ну, кстати, 7 туристов вот в такой эпохе нормально. Если Конго не был, тогда можно было бы задуматься. А так-то что? Просто не состоять. Просто не состоять. Мне вот интересно, как Индус Торонто нашел. Он, получается, юнит встретил Торонто, а не город. Ну, да. Ему повезло. Мне нет. Кто там Мадурай в итоге захватывает? Ну, русский. Так-то я... Ты что-то слишком долго ждал? Не, так я уже мир заключил с Индусом. Я что-то решил, что как-то Мадурай... Как-то он не в тему, получается, у меня. Все города плотничком, а Мадурай как-то отдельно. Ну, Мадурай, получается, будет единственный город русского с выходом в это море. Такой себе город. Сверху проплыв. Так секрет русская. Чё? Да нет. С выходом все равно это единственный город. Сверху-то я знаю, что есть проплыв. Он... А тут внутреннее море? Ну, оно не внутреннее. Отсюда выплыв в одну клетку есть. Ну, как бы тут есть целый флот у человека. А вот тут один город быстрый. Ну, да. То есть, если мне захочется, то Мадурай забирается... Очень быстро. Все, Ганди побежден. Надо смотреть, если там уже начинают туда послов отправлять. Ну, у меня сохранены послы, так что... Думаю, все будет путем. Да, в цели, конечно, партии длятся долго, А вот в глобальной космической стратегии console.war.ru Еще дольше. Месяцами. Правда, там, конечно, не надо постоянно находиться в игре. И ваше время расходуется более экономно. Кстати, по игровым событиям рисуются и выпускаются комиксы. События в игре влияют на сюжеты комиксов и наоборот. Так что заходите на сайт console.war.ru И участвуйте в игре. Ссылка в описании. Не забудьте указать секретную фразу Леша играет. И получить бонусы. Слушай, русские, а вот выше агры это... Ну, ты там появился или ты переплыл, чтобы туда города ставить? Ну... Не знаю. Это был так давно, я вас не помню. Так... Казармы... Блин... Ам... Промахнулся амбар. Ух... Казармы... На самом маленьком островке. У которого сверху снег. Но, в общем, сам островок... Он в порядке... Уже не будет разрушить в игре. Я имею в порядке... Уже не будет разрушить в игре. Мы будем жить в день. В общем, где-то 12 клеток в высоту островов. Из них... 5 клеток пустыни. 2 нижние. А верхний 5 клеток снега. И вот... И ровно... И ровно... Где-то там несколько клеток тундры подстались. И все. Ну, зато холмов не было. Единственный плюс. Ну, это огромный плюс. Ну, вот из-за него и выживаю. Что там? Ох... Вырублю там лес. и мне будет там кампус потом стоять так что у меня есть лисицы какао красители поэтому все есть не с кем торговать так давайте я исследование выберу блин три мастерских надо построить меркантилизм хорошая штука блин какие-то вот эти места хорошо я не тут появился а ведь мог вообще там грустно было бы так раз два три четыре пять шесть так ну надо все равно войти у акане построить промышленный комплекс или подождите вот этот влияет на все города вот на раз два три четыре пять отсюда четыре пять шесть ну за счет торонто да а вот здесь тогда надо может в ахмадабаде лучше построить в ахмадабаде наверное надо будет построить в ахмадабаде будем тут флот держать кем 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 они стокгольм хочет торговый путь так что у нас со счетом русский первый ребят гляньте на счет ну победа по счету но русский там ну как бы немножко впереди да но дальше смотрите арчи михаил грей и я все в одном очке находимся друг от друга вывод на на всякий случай сделал скриндисот вывода сносить расти россии нет ничего кроме песка и снега а я не говорил захватывай зато у тебя достаточно чудес астрономии компел здесь появится мы астрономию открыли где он ну да кстати в него и пойдем давайте-ка мы одну кроваву туда отправим к американцу можно не отправлять я тут все вижу за счет своих караванов игра какая-то долгая прям очень долгая а ты привык уже так к девяностому ходу сдаться сказать ой там чувак улетел все выходим да нет я не в этом смысле то что нет промки нет большой науки ни у кого все тихо мирно как-то развивается не шли всего одного льга как нифига себе вообще-то все воевали воевали это громко стал пилили ты куда хочешь русский город еще поставить здесь индустриализацию открывать купить куплю фабрику то что я три мастерских куда явно не посел который над мадураем я про него это халявный индейский посел ты мне все равно откуда он я говорю куда ты его ставить ведешь он не рядом с тобой далеко ты не знаю видел ты это место или нет а ты точнее не знаешь пока ну как если на севере в нашей части мира я точно видел все так что можешь сказать вот на острову где вот ты краю видишь крабиков остров остров с горой там где железо что ли иметь нет ну да вижу а чё там все там тебя так привлекло хочу поставил поставил бы выше мадурая просто как-то ты циви там было задание найти священную гору поставить там город вот да ну там фигня так ты построил поставь выше мадурая вот слева от бостона не надо выше мадурая стоять еще третий радиус поднимает услышишь бостон это вообще не твой континент американец ты тут и так три города поставил и что значит надо ставить отлично все шесть послов отправлено поляк убери пожалуйста соскота болельщиков все заберу так слегка прокачаю фрегатик о я встретил конг это случилось вот тут ребята уже вон видимо в паровом двигателе но говорят греция построила фабрику ну судя потому что они уже даже в паровом двигателе как-то поздновато тут варвары броненосцы сражают арчи ниже пергамы пусть он плывет к тебе как он ко мне может приплыть ну как тебе может приплыть он бы те нужна религия таком какая католицизм ну давай конга я конечно принял эту сделку но у тебя же лисицы есть американцы такая неплохая позиция снизу к нему не заплыв там одна клеточка но это же хорошо нет учусь и захотеть сверху может проплыть русский там тоже на клетку с горга не горга не может и маркетинге смысле оплыть через полу так ну наверно к производству созданию морских юнитов а это не сделано что же все посмотрела я думаете про плыть куда-нибудь влево колониализм у нас даст то что надо все перепутал от не лево ой точно мой случайно да как я тут вообще кругосветка будет а кто-нибудь кругосветку уже сделал нет я сделал молодец он так тут проплывание до тебя ну там вообще тогда грей замечательное место у меня стратегически хорошее место то вот не стратегически это очень печально все-таки 20 производства в вашингтоне это 20 проще интересно американец вроде ни с кем не воюет а армия самая большая за чем готовится на армия храняет американские границы чтобы ни у кого не желание не возникло воевать это так ты это не апнутая армия это просто даже не апнутая армия видимо дуболомы и эти прачники 800 щеки и квадрилемы и сколько у тебя содержание этой армии бесплатно с карточкой да получается бесплатно ну ну я думаю что человеческий рост сделал большой ошибок в начале индустриальной революции мы литвы дамик я так посмотрел подлодка строится 10 ходов с карточкой без сейчас карточку поставлю на открытащая печаль откуда ты карточку на подлодку возьмешь она если что в холодной войне то есть поляк уже в электричестве она неплохо неплохо либо что он вроде били он там город продал по моему о арчи ты вспомнил где лево вот это удача давай я тебе личный эскорт выделю что я тут уже верфь построил ну пока а вот работает уже фабрика может промышленные районы все-таки еще построить хотя основное производство идет у меня от гавани в данном случае да нет даже вообще не знаю как дальше играть мне здесь по идее была бы одна возможность это улететь а в связи с тем что улететь нельзя я вообще без понятия что делать прикольно так что просто тупо сейчас буду сидеть до конца игры и все ну я могу тебя освободить если хочешь ну попробуй я бы от этого не отказался только у меня два города не на воде и один из них в столице как бы города хорошие там конкурсы русские ты че ты поделаешь где кто говорит конкурс собственно сто ходов прошло ну и че думаешь стоит я моцарта послушал что-то мне на душе так спокойно стало или ты предлагаешь что-то другой вариант как ну конга он уже объявил войну греции вот оно предложение ах вон оно че ах вон оно ах 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 тоже тоже в этих подлодках или в ламбах уже ах 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 так я думаю что мне надо сейчас верфь купить просто арчи арчи пытается догнать торонто торонто мой только мой банк это подлодок и и тут 9 если вы тут построим тут купим следующим ходом можно будет опыть так 3 капера надо интересно русский будет объявлять арчевой но я бы конечно под этот шумок тогда ты или захватил а science owes more to the steam engine science owes more to the steam на карте 3 города государства военных и 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 перевязать и и и и и и и и и Да нет, у меня в этом городе есть два холма даже. У меня в столице два холма. Я про странные города вообще молчу. Типа негры мы с вами там сидел. А, уже Конга один город грека захватил. Американец, ты говоришь, что у тебя нет промки? Ты увидел город, который даже границами не закрывает этих холм. Самый последний. Я появился в чистых лугах, за Чикаго вообще воевать пришлось. Ну, Балтимур, да, там чуть попроще. Ну там Балтиник-то по-любому есть? Нет. Там даже тридцати нет. И это, в принципе, один из моих лучших городов. Да ну как так-то? Ну вот так. Там население сколько, я не вижу. Там шесть человек, всё. А, ну тогда да. Я же говорю, город последний. У тебя его-то ожирать караванчиками, вообще был бы прекрасный город. А, ещё и Агру берут. Ну, Агру, видимо, русский собирает, да? Меня устыдил, блин. Так, действительно, что-то негры уже один город забрали, а русские так ещё ничего и не дёрнулись. Я, в общем-то, говорю, Конго, слушай, давай тогда Индустас освобожу. Не-не-не, никаких освобождений. Ну, в смысле, аннексирую. Интересные понятия о свободе. Ну, ну. Это не слова-синонимы, так, на минуточку. Это, видимо, та... Освобожу от власти угнетайки и греков. В 2013-м тоже так было. Давайте Крым освободим. И, в смысле, аннексируем. Блин, Конго ещё и города ставят просто так. Грека захватывает и города ставит. Ну, сплаваем потом в Конго дружно всей планетой. Как бы Конго ко всей планете не приплыла. Ну, на всех-то не хватит их. Так, кофе, лисицы. Что у меня есть? Ну, то есть, видите, у меня несчастье началось. Это явно с кем-то торговля закончилась. Кофе, даже... Так, две лисицы, два хлопка, кофе, какао. По-моему, с американцем, значит. А, нет. Русский, ты всё ещё не торгуешь или торгуешь? Давай, торгавай. Послал тебя. А, нет, нет. Ты не знаешь, я посмотрю, что у меня там осталось. Ну, я тебе хлопок послал, если точно нету хлопка. Так, пока послов побережём тогда. Покажи, да. Спасибо за субтитры! Так, а что у меня только три фрегата? Нет, четыре. Да, четыре фрегата. Как-то не густо, прямо скажем. Так, кампус. Какой-то тут проплыв в Польшу. Интересный. Так, пока переключим с электричества. Так, кампус. Ух ты, там флот броненосцев плывет. Ну вот, они когда поплывут, тогда я и начну Дели захватывать. Арчи, у тебя есть 150 науки? Нет. Нет. А у кого есть? А зачем? Мне просто интересно. А почему именно 150? Ну, потому что я думаю, уже можно. Видимо, у него 150. Нет, не 100. Намного меньше. поляку поляку. Да, дай, не 100. А чего? так а сколько электростанция стоит грей для открытий границы побегу я не скажу я рабочий час убью а грей нет жадный ты русскому теперь я тебе не прощу такого вероломного нападения контакт смотри сделал арчи слушай давай ты мне дели передашь и я с тобой вместе буду против конга и русскому я с ними справлюсь один к то но в этом случае я еще на тяно водной лодочкой как бы ну хочешь подводными лодками воевать давай повалить как у меня тоже подводные лодки это же 4 представь себе ты что думаешь там один по выходил в электричество там уже все по-моему только половина да там цифра к 4 там не все ну наша компания вся уже там вы там отсталые можете как хотите но мы не против я я могу тут и без лодок да блин нет ну я тоже как бы отсталыми в электричестве арчи это будто начало и началом долгой крепкой дружбы давай если дружбу давай 100 dollars if you're the bank 100 dollars на счет про а все же термолей снеси их всех да нет еще хочу у меня есть загрузка по-русски даже не пытайся выкупить не грешку так не получится при всем желании конечно если я сейчас нет лишних пяти послов еще вот грек использует правильные юниты для разведки конго русские в этом чё не воюете с ним чё он весь флот на меня повел теперь быть это так война была для отвлечения ну вот блин прям ты хоть теря армию строй так тут надо купить ну так что лёша может мы будем с тобой вынимать ну а что конго с русским скажет один и карнат же не я построил так бы было было не наиски линкор над всем сдаваться конго русской вы будете воевать с греком нападать на него с другой стороны или у вас сейчас нету флота никакого то есть будем но он тут меня сильно побил что-то не ожидал а я думал он с конго связался драк что-то вы все не ожидали по моему ну окей вы все минуточки у троем не можете одолеть что-то тут не то да нет ну блин я без понятия какие там армии у конго и у этого у русского я просто вижу что почему-то вся армия грека развернулась и пошла на меня то есть видимо они отступили по какой-то причине ну ладно я готов мир тогда заключать и инженюи ци афки нет мы не отступили если так если втроем давай втроем ведь у вас перегруппировка кона кстати что-то молчит а ему зачем у него все хорошо михаил ты тут я пока и рулевая не ну арчи тогда уже все война извини ты мне юниты убиваешь эти сказал что я готов к миру а ты берешь и убиваешь мне юниты да и спрашиваешь параллельно у этих что вы там в прошлом ходу на начале этого хода я сказал что я готов на мир да ладно уже я тут против троих воюю рано или поздно умру конго я не хочу чтобы ты вмешался войну он начал вообще-то нет я хочу короче чтобы началось поляк слышишь кон замерись с арчи кто говорит это говорит поляк не ну я с ним замерюсь только если мне город а то есть ты сам не хочешь замериться ну да ну как я хочу если мне город оттуда то я думаю интернет ли городу дыр не знаю зачем он ему тут на кого можно пасть и на конга наверно как бы он там немного пострадал да не будь как все нападали на на переговоре да не мне до него далеко на такову тебя близко грея что наши кстати горга не хочешь отомстить между прочим дрей он насчет это я кстати буду часа стеком основной армии воевать держусь ну давай иди сюда перекал иди сюда давайте покажу что-то одну маленькую штучку звучит пошловато да так и есть так а что он делает бонус катаков фланга нет это это фигня алан тюрин к классный чувак как раз во время войны появился то что надо ой не то не то построил блин с одного удара до или убивает фигово или мы видим солёша ну что скажешь застам американец ничего не хочет делать не арчи ты с тобой договариваться ты хреновый договорщик я тебе конкретно предложил ты ты пытаешься тут знаешь на двух стульях усидеть на этом пока все зайдите на сайт консул вор точка ру и играйте в умные игры спасибо что застряли до конца я лёша халецкий тос кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы царе до конца видим оно вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры вот так вот и у и и и и и и